Приветствую, дамы и господа. Добро пожаловать на канал Арчпанзер, где мы продолжаем играть в легенды Эйзенвальда. Я напомню, что в прошлой серии мы с вами закончили карту Вдова, Пастырь и Волки. Закончили мы ее за Волков и Вдову, соответственно, немножечко побили Пастыря. Ну, не стал я уничтожать никакую из сторон, получается, помирил двоих, и третий у нас вроде как успокоился. Сейчас у нас новая карта, задание. Встретиться с Даниэлем Треворским. Отправляйтесь в замок Гипфильбург, встретитесь с Даниэлем, графом Тревора, обсудите с ним обстановку. Вот у нас карта. Огромная, по всей видимости, карта. Несколько здесь замков. Я думаю, что будет много чего интересного. Есть крестьяне, Паулин Пимонт, Филипс дважды крещеный, а еще у нас тут дезертиры где-то ходят. А где у нас дезертиры? Давайте сразу F5. Что у нас по отряду? Да, икону Святого Киллиана мы с вами оставили, но мне в комментариях написали, что можно было бы ее и отдать, она все равно бы к нам вернулась. И также написали мне правильную вещь, что квестовые предметы можно, в принципе, убирать в инвентарь, а сюда другие какие-нибудь полезные штуки ложить, потому что квестовые предметы, они так или иначе перейдут с вами на другую карту. Но я не стал перезагружаться, это, по-моему, было бы не очень честно. В любом случае, какие-нибудь штуки мы здесь с вами еще найдем, потому что, ну, как правило, вот во всяких ожерельях и колечках особых-то проблем нет. Единственное, что там у нас хорошая штука была для священников и паладинов, но у нас банально ее некому одеть было, поэтому мы бы ее в любом случае никак на следующую карту бы не перетащили. Ну да ладно. Так, дезертиры, а вас много? Может быть, для разминки с ним... Опа-опа-оп, тихо, я выбежу их. Так, скорость какая у меня? Скорость 1.0. Интересно, интересно, опять же-таки, это на время. Так, кузни есть. У нас еще тысячи денег есть, но на эту тысячу денег, скорее всего, мы здесь ничего не купим. Да нам, наверное, особо сейчас ничего не нужно. Но у нас наши бойцы максимально снаряжены. Так, сколько вас здесь? Ух, да вас мало. Давайте мы с ними разберемся. Так сказать, для тренировочки посмотрим на... На черта ты с нами встречи ищешь? Золотишко что лишнее? Подевать, обтелиться хочешь? Ага. То есть даже сами разработчики удивлены, что я влетаю в такую драку. Но нет, ребят, я просто давно не играл, я хочу немножечко воспоминания освежить, так скажем. Так, ты давай, жди пока. Ну да, командующий, конечно, у нас здесь сумасшедший убийца. Впрочем, как и рыцарь второй. Да, они тут же сдались. Получили мы первые трофеи. Там, по-моему, еще руины какие. Давайте я тоже их посмотрю. Сгоревшие деревни, да, там кто-то есть. Правда, мы пешком будем. Пешком-то это уже не очень хорошо. Наверное, парирование. Ай-яй-яй-яй. Начались лучники. Единственный узим у нас, боец, это как раз... Вот этот убийца, все остальные, в принципе... Ну как, все остальные герой и... Никого не убиваем. Ладно, давайте вот это, товарищ, убьем. Герой и рыцарь, в принципе, очень сильный. Они еще с регенерацией. Не так-то просто продамажить. Так, и в ответ. Ну прекрасно, его тогда и убьем. Здоровья мне хватит, чтобы не умереть? Хороший вопрос. Да, должно хватить, надо будет подлечиться. Медика надо будет раздобыть. Нашему отряду. Никак мы здесь никого не убиваем. Давайте вот я его стукну. Потому что без медика, конечно, тяжеловато будет. Куда это он пошел? Он отступить решил? Блин, исцеляющий бальзам. Такая дорогущая штука. Имеет ли смысл его сейчас тратить? Да, я потрачу. В любом случае, восстановление ран надо будет тратить. Если его сейчас уронят. Может быть даже и зря. Я сюда влетел. Не так много опыта я здесь получу. Вряд ли много лута получу. Но опять же для тренировки может быть полезно. Убивец. 37 урона. Ну давай. Так, ну все. В принципе, мы в лучников влетели. Минус один. Продолжает страдать у нас. Наш убийца. Что же за такое? Ну тебя нечестивая сила, что ли, какая-то действует или что? Наверное, вот этот овач на нас что-то страшное наложил. Так, персонаж эффект. Вот кто наносит персонажа урон, сам получает. Ну да, 50% от урона. Что урона? Отлично. Мстилучнику. Только теперь лечиться нам надо. Трофеи получили. 78 денег получили. Немножко опыта получили. Руины. А, руины пустые, кстати. Ну, по всей видимости, может быть, это сюжетное что-то будет. Не знаю. 34, кстати. Можно мне еще одного бойца нанять сразу. Я, скорее всего, сразу медика найму. Потому что первый ряд у меня, в принципе, силен. У меня силен убийца, который... Которого, кстати, вот сюда надо поставить. Ну, здорово. Да, ребят, вылетела игра. Первый раз, как бы, не соврать за все вот это прохождение. Первый раз вылетела ошибка такая. Ну, ладно. Хорошо, что бойт у нас в любом случае закончен. Ничего здесь перерывать не надо. Можно, конечно, пиявками его подлечить. Но я пошел на поиски медика. Ну, не на поиски медика. Дальше пошли по сюжету. Но в каком-нибудь деревушке надо будет врача найти. Сражники. Вы как хотите со мной поговорить? Здравия тебе, добрый христианин. Иди дальше с миром. Ух ты, какой приятный молодой человек. Спасибо. Ну, в лес никак не можем зайти. Нет, хотя там что-то есть. Не знаю я, чего ждать от этой карты. Я себе принципиально ничего не спойлерю. Хотя, опять же таки, по отзывам наемников, можем взять. Нет, по отзывам не наемников, а огромное здесь разветвление. Несколько концовок. Страшное дело. Так. Господин, не поможете ли мне поймать одного зверя? Вроде как оборотня. А не перебрал ли ты часом? Знавал ли одного пьянчугу? Ему черти мерещились. А тебе стало быть оборотня? Я охотно посмеялся бы вместе с вами, но мне не до смеха. Я и сам не верил в оборотней, пока это чудовище не растерзало мою жену. О, это страшная история. Месяц назад я был вынужден начинывать вдали от дома. Вернулся я лишь под утро. А когда вернулся, моя любезная была растерзана. Испуганная прислуга поведала мне о громадном сером звере, похожем на волка с дьявольской силой. Он запрыгнул в окно усадьбы, и слуги не смогли его остановить. Двоих он растерзал на месте. Изловить этого зверя мой долг. Я уже послал в Ликштадт за своим кузеном, инквизитором Данстоном. У него, не сомневаюсь, найдется средство против подобной нечисти. Но я не хочу терять время и попытаюсь поймать чудовище своими силами. Одному мне не справиться. Помогите мне, моя награда будет щедрой. Охоту следует начинать ночью. Именно тогда этот зверь рыщет в поисках своих жертв. Как пробьет комплиторий, приходите в мою усадьбу, недалече от Фубергауза. Я отмечу ее на вашей карте. Блин, это по-любому на время, да? Рассказ спутника. Что же там такого опасно? Разбойники, а льдики и звери? Нет, не зверем, острый Ротваль, страшно, не людьми. В таком ради чем же? Расскажи-ка по всей подробности. Но если так, значит по порядку. Ой-ой-ой, я видел такую картинку. Где-то на скриншотах. Однажды старый и богатый граф Ротвальский женился по любви на молодой и очень красивой девушке из обедневшего рода. Граф сомневался, любит ли она его. Потому его мучила ревность. Он стал бояться спать, опасаясь, что когда он уснет, жена уйдет от него к любовнику. И вот однажды граф заключил сделку с нечистой силой. Он продал дьяволу все свое графство вместе с лесами и угодьями, а сатана взамен освободил его от надобности спать. Глаза графа теперь ни на минуту не закрывались. А потом граф умер. И ко всеобщему ужасу глаза его не закрывались. Даже после смерти. Веки ему опускали, и они тут же поднимали. Что же дело, так и похоронили его с открытыми глазами. Но даже в склепе графу не было сна. По ночам он стал выходить из склепа, собирать дружину и шел обходить свои прежние владения. И вечно открытые глаза его светились мертвенным светом. Говорят, если человек заглянет в глаза бессонного графа, то непременно сойдет с ума. Другие же утверждают, что те, у кого хватит смелости выдержать его взгляд, увидят в его глазах ответы на все свои вопросы. Но даже со смертью графа не закончилась эта история. Земля, проданная сатане, перестала родить. Тут ничего не растет, кроме странных сухих и от рождения мертвых деревьев. Людям пришлось уйти отсюда, вот уже много лет на этой земле никто не селится. И даже просто ходить тут многие боятся. В Восточном Ротвальде по сей день нет своего правителя. А страшные небылицы про эти места рассказывают по всему герцогству. Кстати, из-за этих рассказов жены в шутку называют ревнивых мужей бессонными графами. А, уразумел теперь. Уразумел, почему в Ротвальдском лучше не соваться. Уразумел, почему Хабана, сосед моего, кумушки бессонным графом дразнят. Он-то со своей жены глаз не спускает ни днем ни ночью. Один раз даже старости морду набил, когда тот подвыпивший ее ущипнул за то, что щипать не положено. Ох, есть курить. Лесные блудницы. Начнем с самого интересного. Слышали весть последние? Повылазили, что тараканы своих закутков эти язычники. Давить, давить их надо, чертей поганых. Что же они тебе дурного сделали? Пойдем на свиньи бешенство наслали. Конечно наслали, оно видно. Пришли затемно. Знахарка к нам присоединясь, кстати. Пришли затемно к соседскому подворью и нашептали, чтобы все свиньи в доме перебесились. А наутро выбегают соседка из дома, сама не своя, да клянет всех на свете. Подействовали чары? Ха-ха. Да замолчи ты. А может тебе язычники по нраву, а? Они же сами как бешеные. Что год устраивают в лесу? Капище прямо на сбор урожая. Подгадывают время. Костыли зажгут, а потом хороводы водят. Да игрище строят. Пляшут совсем без одежки. Что я правда совсем без одежки? Ха. Надо сходить посмотреть. Чертя, не ходи к ним. Знаешь что? Я тебе крест даю. Они после с диким зверем ложатся. Ну и ну. На это уж точно поглазеть надо хоть одним глазком. Где ты говоришь, они собираются? Что я совсем башкой тронулся? Зарекись к ним не ходить. Хорошо, зарекаюсь, чтобы у меня все пиво скисло, если я думаю к язычникам сунуться. А теперь говори, где ты их видела. Ну, я-то слышала, когда по дороге вдоль гужного леса шла. Иду, значит, с вечером тороплюсь, пока солнце не сел. Тут слышу с глубины леса крики, виск, барабан. Они, верно, теперь еженочно на закате у своих идолищ собираться будут. Ох, трактирщики, кислое же пиво у тебя. Так, ладно, трактирщик пошел. Так, Филипп Жнец. Ну и времечко нынче. Мало того, что ротвальцы заявились без приглашения, так еще и лихачи всех мастей слетелись, как мухи на навоз. Слышал? Сюда Клаус Чученик скоро пожалует. А Филипп Жнец уже тут как тут. Про Клауса я-то знаю. А Филиппа первый раз слышу. Он кто такой? Неизвестно кто. Рыцарь-бродяга. Своей земли у него отродясь не было, а потом кормится он. Кормится он тем, что выполняет за оплату разные наказы. Иногда даже разбойников отлавливает, но чаще убивает долги. Зато и Жнецом прозвали. Вот что про него рассказывает. Один гражданин позвал его, чтобы выбить долг с соседа. Жнец пришел к нему, а тот ему говорит. Нет у меня сейчас ни денег, ни товара. Нечего мне долг выплатить. Хоть голос меня сними. А Жнец отвечает. Ну не могу я с пустыми руками. И заказчику вернуться. Как ты сказал, так и поступлю. Взял он, да, отсек должнику голову. А после приносит ее заказчику, кидает к ногам и говорит. Принимай товар. А горожанин-то он побледнел весь и говорит. Что ж ты сделан, нехристи? Этого я не просил. Уходи скорее, не буду я тебе за смертное убийство платить. А Филипп, будешь. Еще и двойную плату дашь за хлопота. А не то я с тебя таким же способом обещанная взыму. Хмож поделать, пришлось платить жнецу. Ну и дела. А в Тревер, че он забыл? Говорят, ищет он чего-то тут. А чего неведомо? Он только ошивается все больше по владениям Клянзена да Абхана. Они этому не больно-то рады. Но у них и без того забот хватает, чтобы еще и со жнецом схлестываться. Дочь Трубача. А слышали, что с дочкой Гюнтера Трубача приключилась. В общем, заявились к ней женишок. Леопольд из Мансфальда. Статный да небогатый. Гюнтер, само собой, дал ему отворот-поворот, но поздновато. Дочка-то уже забрюхать успела. Вздумал тогда Гюнтер женишку отрезать все лишнее. А тот, как дал дёру, Гюнтер за ним гнался до самого Вольмика. А там у Красной Волки, которым Леопольд примазался, загрызли. Это про нас. Мы помогали этому товарищу. Осталась брюхатой дочка на руках у Гюнтера у брата Йоханса. Но он, ясное дело, от ребенка избавиться решил. Кому в роду полукровки нужны. И то ли он торопился, то ли собственной рукой младенца убить попрезговал. Но, в общем, решил он еще в чреве дитя умертвить. И пошел за этим к колдунье. Колдунь его выслушала и сказала ему, что все сделает, пусть переходит к ней на другой день. А когда Йохан на другой день заявился, она ему говорит. Задумал ты злодей, чужой дитя убей. Теперь на тебе ношу будет. Жизнь его будет беречь, как свою собственную. И рассказывает, что есть такие духи, которые судьбами всех владеют. И тех, кто по земле ходит, и тех, кто еще не родился. И все им известно, как эти судьбы между собой переплетаются. Так вот, попросила антихдухов судьбу Йоханса и племянника его в зилок связать. Так, чтобы, если младелец умрет, Йоханс на следующий же день за ним отправится. Ох, нифига себе. Трубач известный делал, рассверепел и хотел уже колдунью мечом проткнуть. Как смотрит, нету перед ним никакой колдуни. Кчега стоит, а поверх нее грязный фартук накинут. Плюнул он, да и вышел из збы. И что, неужели Йохан словами колдуне поверил? Ребенку ничего не сделал. Поверил или не поверил, но рисковать не решился. Племянница, он, как она разродилась, в монастырь отправил. И когда повозка с ней от ворот отъехала, младенец тот при ней был. Я сама видела. Две сестры. Вот еще историю послушайте. Тяжела была старушка, и были у нее две дочери-близняшки. Ингальрада и Рыганбольда. Имена чудные, действительно чудный, язык сломаешь. Но оно и не диво. Ведь мать их колдунья была. Она и назвала их по колдовскому. Искусство саму колдовскому выучила. Вот подросли они, и так случилось, что полюбили одного и того же парня. Удивительно. И хотя не было между ними двумя внешне никакой разницы, юноша этот выбрал Ингальраду, а Рыганбольду не взлюбил. Все потому, что девушки разнились характерами. Рыганбольда была хитрая и спыльчивая, а Ингальрада напротив честная и ласковая. Роган и Инга, в общем. И вот Роган позавидовала сестре и порешила жениха ее погубить. Уж это она сделала бы сумела. Ведь науку колдовскую хорошо усвоила. Говорит, если не бой, значит ничей не будешь. А Инга о замысле сестре догадалась. Только что она могла поделать. А злых чар никакого спасения не было. И тогда обратилась Инга за помощью к духам прялка. Тем, что людскую судьбу ткут. И вскоре само собой случилось так, что и жениха местный господин себе войско забрал. И отправился парень с войском в чужие земли так далеко, что чары Роган дотуда не доставали. А потом он в тех землях и осел. Так Инга ценой разлуки спасла своего милого. Ай-яй-яй. А сестрица не знала, что это ее рук дело. И пуще прежде у всех людей на свете невзлюбила. Поселилась она в избе у болота. Да стала черными чарами промышлять. Если упорчу на кого навести или посев сгубить. За этим злые люди к ней идут. Ох и натерпелись от нее христиане. Она уже глубокая старуха. Но до сей пор в той хижине живет. Днем она с собой оборачивается. Да спит в дупле. А ночью в избе хозяйничает. У злые ожидают траву варит. А лесное зверье да в упыри ей службу служит. А чего ж ее до сих пор не повязали? Да не сожгли. Легко сказать. У нее видишь ленинг острый. Она добрый чар зверстучует. Как пронюхает она, что рядом попа лимонах. Так сразу в лесу укроется. Поди сыщи. А без попа идти ее брать людям бойзно. А кому охота слепыми стать или горбатыми? Так до сей поры на нее правы не нашли. Чертого мельница. Растолкуйте-ка, не сторожил. Отчего эта мельница, что не дальше от шифа в пустую жирнала крутит? Хоть и старая она, но колесо исправно вертится, притом в любую погоду. Между тем, повозки с зерном при ней ни разу не видал. Эх, дуря твоя башка. Это ж мельница проклята. Оттого вертится без ветря. А с ней вот какая история была. Мельник там уж не был жадный, как фарисей. Однажды сговорился с чертом. Но по уговору его мельница отныне всегда вертелась, когда ветер и когда ветра нет. Потому к мельнику зерно со всей округи свозит сталь. И он так разбогател, что богаче господин и стал. Но той же зимой крестьяне, что муку на мельнице смололи, заходят к себе в амбар. И что видят, вся эта мука в черную залу превратилась. Обманул черт мельника. Пришлось ему мельницу бросить, что потом с ним стало. С этого никто не знает. А мельница-то до сих пор стоит в любую погоду. Ветер ли без ветря колесо крутится и крутится. А еще говорят, что мельник золото свое на мельнице заработали, но на всякий случай брать с собой не стал. Мало ли во что оно превратится и припрятало его прямо на мельнице. Если кто на ту мельницу ночью придет, да дверь постучит, ответ ему голос хриплый. Зачем пожаловал? Ну, обычный человек после такого на утек пустится. Но бывали храбрецы, которые так и отвечали за кладом мельника. Тогда отвечает голос. Ну, заходи, ищи. И все. Храбреца такого уж больше никто никогда не увидит. Ну, вот так вот. Похоже, на мельницу нам надо сходить. Если я даю Черновосток... А, ездил я даю Черновосток в Бранденбург. Так вот. В Лангштейле, да в Виттенберге, только разговоры, что про Клауса Чучельника. Дескать, сперва он охотника был и чучелал хорошее дело. А потом смекнул, что он на людей охотится прибыльнее, чем на зверье. Один купец божился, что полмесяца в плену банды Клауса был, пока Родяя не выкупил. И вообще Чучельник обычно выкупа не берет. Так что купчишке сильно повезло. Так вот, он говорит, что Клаус, если задавить, да выпут решить, кого решит, перед тем всегда приговаривает, и размер крупный, и масть подходящая. Запомним. И так страшно он это говорил, что у того купца сразу холод могильный по коже от этих слов. А я вас слышал, что этот Чучельник к нам скоро подаст. Еще бы, ведь он от Бранденбургских баронов на юг бежит. Сначала его в подздаме приметили, потом в Ютербурге, а вот и сказал, в Лангштейле. Значит, и через Эльбу уже перебрался. Так и до Тревера доберется скоро. Не дай бог. Уйти. Наконец-то. Медика мне. Клаусов Хутор. Крестьяне, он, синие ходит. Не в том плане, что синие, в том плане, что на карте синие. Дружественные, так скажем. А это где же эти крестьяне-то? Вот эти, что ли? А вот эти, а что это замок какой-то? Ты кто? Филипп. Филиппс. Фубергаус. Ну-ка, Фубергаус. Да где мне врача-то взять, Фубергаус? Дважды крещеный. Есть у тебя врач? Че скажешь? Иди, говорит, дальше с миром. Сынок. Вырубки. Ну, в вырубках врача дайте. Да хорош. Че, нет никого, кто бы со мной воевать хотел пойти? Да вы че, ребят? Шайка Золотого Ганса. Ну, Шайка Золотого Ганса. Так, тихо. Шайка, стой. До стопы. Ты, что ли, Шайка Золотого Ганса? Нет, это лесное братство. Да все бы ничего. Но у меня какое-то задание засветилось. Охот на оборотня. Попросил вас с помощью убить оборотня. Так, охотиться на оборотня следует ночью. Навестите Девальта. Его усадьбе в часы Комплитория. Ага. Ну, пошли навести. Это здесь вот, что ли? Или дальше? Нет, это здесь. Усадьба Девальта. Давай, Комплиторий. Зачем, скажите, на милость вы пожаловали днем? Действительно. Не знаю. Наверное, за тем, что подлечиться надо. Зачем лечиться-то? А, нет, есть бутылки лечения. Ладно, не буду я пока лечиться. Стражники. Дважды крещеный. Сейчас уже не день. Не, все еще день. Блин, а я втроем-то справлюсь? Подождите, я сохранюсь. Может мне... Ах, у меня, подождите, у меня ведь есть там серебряное оружие. Где-то, да? Да, у меня вот есть освещенное оружие. Понежить и одержимым. А, у меня еще и серебряное оружие тоже есть. Окей. Здесь? Ага, здесь ничего нет. Здесь есть освещенное и серебряное оружие. Ладно, в принципе, должны укокошить мы оборотня. Вы как раз вовремя. Итак, отправляемся на охоту? Погнали. Местные рассказывали мне, что замечали очертания оборотня на обрыве. К востоку отсюда. Должно быть с вершины. Зверь озирает свое угодье. Туда-то мы отправимся. Кажется, предлагаешь уловить. Наживца. И... Ох, чувак. Все. Попрощайтесь с Девальтом. Неподалеку от обрыва есть старые развалины. Вы с своими людьми спрячетесь там, а я выйду и встану один на обрыве. Зверь заметит меня и стремится на добычу. Тогда он приблизится. Вы выскочите из засады, а вместе мы его затравим. А не слишком ли это рискованно? Что если мы не успеем к тебе на подмогу? Не бойтесь за меня. У меня есть оберег от оборотней. Видите этот пояс? Оборотень не сможет причить вреда человеку, на которого он надет. Ох, дружочек. Что-то мне кажется... Так, встаньте на обрыве. На каком обрыве? Обрыве чего? Нужно будет следующего, он с нами пошел? Он с нами пошел. Туши, Девель, тому же задание не выполнять пока. Походи с нами. Я просто не понимаю, на каком обрыве он хочет, чтобы я... Так, еще раз. ТТ в руинах сидеть в засаде в руинах неподалеку. Отправляйтесь к обрыву на востоке. На востоке. Так, иди на обрыв на востоке. Что за обрыв на востоке? Это где мы были, что ли, сидели в начале с этими, с бандитами дрались? Ну, иди. Давайте там попробуем. Стрелочки, конечно, здесь не хватает, явно. Стрелка, она показывает на... А, нет, вот она куда показывает. Иди, зачем же стрелка горит. Далее. Вы чувствуете, что ваш походный кошель стал значительно легче. Пересчитывая момент, вы обнаружите, что он и впрямь прохудился. И теперь Гульден, и некоторый приезжающий вам, верно украшают пыльные дороги Тревора. Его... Потеряли, что ли? В смысле, я деньги потерял? Руины. Я ничего не понимаю, мне его сначала отвезти надо, или что? Обрыв. Какой обрыв? Сюда? Проклятье, уже поздно, а мы еще даже не подошли к обрусе. Да чего, ты еще выходить со мной долго не хотел. Сейчас, говорит, день, давай, ночью. Все, мы опоздали. Ну ты серьезно? Зачем, говорит, пожаловали днем? Угу. А сейчас ночь? Действительно. Берег. Может, зато сейчас 75 монеток не потеряем. Так. Обновить. Вот эта река? Где обрыв-то? Сюда откуда-то встать надо, или куда? Ну да, вот сюда похоже. Да? Уйду. А вот тот самый обрыв, где местные видели чудовища. Итак, я остаюсь тут, вы же своими людьми спрячьтесь в руинах, дожидайтесь, пока не появится зверь. Так, он сам идет, я им не управляю. Так. Что за зверь-то будет? С обротнем мы еще не сражались. Ага. 75 монеток все равно у нас пропало. Вы, ваши люди, терпеливо ждете несколько часов к ряду. Очертания довольно-то хорошо различимы на обрыве. И вы видите, как он нарочно меряет обрыв шагами, чтобы привлечь внимание хищника. Но напрасно, обротень так и не появляется. Очевидно, терпение Девальта заканчивается, он направляется в вашу сторону. Сейчас кто-то выскочит. Скусь. И минус Девальт. Не вышло. Так тебя, раз так. Обротень не клюнул. Кто бы знал, почему. Возможно, его отпугивал твой оберег. А эти верно. Как я сам не собратил. Что ж, делать нечего. Придел в следующий раз отправиться на ход без оберега. А жду вас нового этой усадьбы в тот же час, что и сегодня. Ну, ты даешь. С девяти до полуночи. Ну, не обязательно на следующий день? Или обязательно? Я как бы хочу задание повыполнять. Слушай, дружочек. Ладно, пойдемте по дорожке пока. Может быть, еще что-то интересное встретим. Этот кто там? Нет, это крестьяне бегают. Синяя. Может быть, с ней поговорить можно, раз уж они синие. А можно еще вон в лес уйти. Добрый день, благородный господин. Пока мы глядим за порядком. В окрестности Гипфельбурга беспокоиться вам не о чем. А? Ух, ничего себе. Ты же не агрессивный? Кто-то такой. Не отвлекай меня. Еще много язычников в округе ждут моего костра. Или ты один из них? Как бы там ни было, мы выясним это позже. Высокий сад. Вообще некого нанять. Вы серьезно? Некого нанять абсолютно. Рынок, доброго дня, благородный господин. Есть что-нибудь интересного на рынке? Ерунда всякая. Да, всякая ерунда. Простые крестики. Косогоры. У тебя есть разговор ко мне? Ох, есть. Виола травнилс есть, но это на самого-самого первого уровня. Источник сил. Источник сил. Предмет обладает таким свойством, позволяет персонажу бою в каждый ход устанавливать действиями с духовной силы. Ладно, попробуем. Так. Гиппельбург. Мне по заданию откуда надо. А мне в Гиппельбург и надо. Ну не знаю, кстати, ни одной церкви... А, нет, вот есть церковь. Я в том плане, что давайте зайдем подлечьем нашего боевого товарища. Собор святого Лебуина. Так себе название, честно сказать. Но не нам Лебуина судить. Серебряный крест, кстати, здесь есть. Одеяние есть какой-нибудь? Шапка есть. Это куда? А, нет, подожди. Зачем я это купил? Надо было другую. Блин. Инициативы добавим. Хотя, может быть, и не надо было продать. Что это вы покупаете хотите? Денег нет? Зелье здоровья. Ну, вроде бы, пока есть. Не знаю, можно, конечно, на следующей ночи дождаться. Пока вот в лес ходить, посмотреть. На бандитов глянуть. Кто это такие? Ну, они сейчас сразу меня медика убьют. Вот в чем проблема. Да, у них 4 лучника. Они сразу меня убьют медика. Если только пытаться как-то влететь в них рыцарями. А это что, это не шабаш? Языческое капище. Ох, есть курить. Так, тихо. Ф5. Оно теперь наше. Да, прекрасно. Теперь мы, главные язычники, захватили мы капище. И сами будем свои порядки здесь устанавливать. Это что такое? Похоже тоже на какой-то ритуальный объект, так скажем. Вы обнаружили, что многие ценные вещи, добытые вами как трофеи, странным образом попортились в пути. Ткань и платье безнадежно испачканы. Украшения потеряны или поломаны. Фляги с вином прохудились. Даже детали вражеских доспехов безнадежно заржавели. Это икона! Ха-ха-ха! Это икона! Наше снаряжение не портится, я надеюсь? Которое на нас одето. Это только то, что в этом было, в снаряжении. Но в снаряжении, благо, не так уж много у нас вещей было. Только вот эти трофеи попортились. На черта ты с нами встречаешь! Золотежка что лишнее? Ну и даже если лишнее, что с того? Вот так. И ты тоже лови. С одним лучником разобрались. Убийца. Вот отсюда надо. А, нет, не убивает. Или убьет. Убил. Так, ты давай отсюда еще одного лучника закали. Да, и мы спасаем нашу медика от выстрелов. Это здорово. А, мы их даже еще и просто так разбили. Мы здесь уже не разобьем. Потому что здесь пешим стараю придется сражаться. Разрушенный замок. А что там при нем писали? По легенде, этот замок некогда принадлежал богатому рыцарю-язычнику. Он и его люди не пожелали креститься. И христиане пошли на них войной. Едва замок был взят, стены его рухнули, погребя захватчиков под собою. С той поры люди боятся селиться в прежних владениях нехристя. Ох, ох, ох. Стоит ли мне в них влетать? Ну, это сразу минус. Минус медик наш. Но, с другой стороны, как для нее опыт зарабатывать, если ничего не влетать? Никуда. Если убрать икону... Да, наверное, убрать пока надо. Минус жизненные силы, минус воля. Ладно, давайте попробуем. Убийца. Ух, он сразу ваншотит его. Давай. Да, в пешем стараю, конечно, инициатив у нас прям вообще мало. Ну, это хорошо, что они в него стреляют. Он-то удар держит. У него же там защита от лучников. Пошло восстановление. Здорово. Ну, так, в принципе, есть шанс и без потерь пройти. Сейчас еще к генералу. Вот лучника одного зарубим. Второму в упор встанем. И хорошо. По сути, осталось стрелять только один лучник. Ага, ну, он сразу ваншотит. Класс. Просто сразу ваншот. Серьезно? Это он с мощным ударом меня так вырубил? Неплохо. Что ты как сильно бьешь-то? Как рельсиной по лицу прилетает. Ну, куда это? Жить. Обалдеть, сколько я ранений нахватал. Ладно, пошли лечиться. Деньги... А, лесная хижина, кстати. А тут кто живет? Тут не бабка живет, которая ведьма. Хоть и находится хижина лучше леса, да выглядит довольно обжитой. Да, по-любому эта бабка здесь живет. Я думаю, что это все по сюжету нам понадобится потом. Но сегодня я не хочу пока по сюжету идти. Давайте мы сегодня вот с оборотнем разберемся. Как раз сейчас сходим, залечимся и пойдем к оборотню. Да, иконы, конечно. Хорошо. Работает. Блин, 217. Ну, ладно. В принципе, мы все равно пока еще в плюсе. Ох ты ж, ряса есть. 8 духовная сила, воля, бесстрашие. Шапка. Шапка. Я вот эти штуки даже продам. Не знаю, хотя, конечно, может быть, деньги мы еще и потеряем. Но вот это мне очень нравится. 8 духовной силы, воля, бесстрашие. И даже, наверное, вместо модной шляпы я беретту одену. Потому что больше жизненной силы. Хорошо. Мы все это купим. Если что, продам потом. Так. Духовной силы стало 39. А вот по поводу инициативы. Инициатива была 14, а в шапке 13. Чуть поменьше. Зато больше здоровья, больше духовной силы. Это круто. Пошли в усадьбу. Опять-таки, я надеюсь, что основное задание у нас не на время. И опять же таки, я не уверен, что сейчас оборотень нам не накостыляет. С другой стороны, смотрите. У нас АО оруженосцы, у Бреттера, в принципе, немножко совсем осталось до следующего уровня. И они станут еще сильнее. Это круто. Извините, господин. Как нету? Как это? Мы же договорились идти на ход. Он сейчас мне говорил, куда отлучилось? Нет, ваше минус. Цел день он был сам не свой, а потом ушел, не говоря ни слова. Ясно. Он просто струсил идти на зверя, Бреттер. Без своего заговоренного пояса. Да, похоже, парень оказался не первой храбрости. Что ж, в таком случае отправился на охоту без него. На сей раз приманкой придется быть мне. Он сам оборотень. Мне кажется, он сам оборотень. Ну или просто что-то с головой у него не в порядке. Такой тоже может быть. Трактир. Кстати, насчет трактира. Любопытный купец. Ух ты ж. Жил знаменитый мастер Хлотберт. Чего? Ну да, некоторые говорят, что до сих пор живет. А что тебе с этого? Ведь он, если он и прям живет так долго, наверняка многих инструментов или музыкантов изготовить успел. Мне кажется, про него легенду читали. Который там с кем-то с лесным царем, что ли, договорился, что сидеть в лесу и всякие штуки вырезать музыкальные. А если бы что-нибудь из этого как-нибудь раздобыть? Я-то знаю, как такую вещицу продать задорого. Очень задорого. Только вот как ее купить? Ну, скажем, та самая Фидель, которую он сто лет делал. Куда она делась потом? Э, брат, тут-то опоздал маленько. Ту Фидель уже много лет назад другой жадный человек раздобыл и много зла с ней натворил. Зла? С музыкальной-то игрушкой? Да, вот как дело было. Легенда. Ммм, в человеке висят. Была одна банда. Было в ней семь раз по семь разбойников. Да еще атаман. Итого полсотни. Каждую семерку разбойников вел рыцарь-разбойник. Атаман владел волшебной Фиделью, мастера Хлотберта. Едва он касался его струн, как земли вокруг погружались в глубокий сон. Семерки разбойников врывали в спящие города и деревни, грабили их. И стражные рыцари ничего не могли с этим поделать. Но все же нашла коса на камень. Однажды эта банда пришла в рот, Вальбессонный граф был тогда еще жив. Волшебный сон не действовал на него. Он выследил и пленил по очереди каждую семерку. Всех их повесили. И все перед смертью предлагали раскаяться. Всем предлагали раскаяться. Раскаялись все, кроме каждого седьмого. Семь нераскаившихся грешников, семь рыцарь-разбойников похоронил бессонный граф в своих владениях, в одиноких могилах на пустырях. Теперь Кавалькада и семи мертвых всадников каждую ночь мчатся вместе с графом. Всадники убивают всех, кто встает на пути у графа. И он скачет, никогда не останавливаясь. А потому нет никакой возможности остановить его и посмотреть в глаза. Ну и дела. Но ты так и не сказал. А что с атаманом случилось? И Фидель, стало быть, куда делась? О, это уже совсем другая история. Я ее поправить сказать и не знаю вовсе. Но может статься, кто-то другой знает. Людей на свете много. И сказок в ней тоже немало. Согласен. Башня призрака еще появилась. Души, похищенные лесным царем. Так, лесные блудлицы. Это мы читали. Этот трактирщик пойдет смотреть, как они там всякие дедли-дудли делают. Чертова мельница. Тоже мы читали. Дочь трубача. Читали. Это где мы даже участие принимали. Легенда про Фаральда. А знаете ли легенду про волчью шкуру? Вот послушайте. Жил здесь когда-то рыцарь Фаральд. Его люди пасли стада на склонных к блаукам. А Фаральд всегда мог защитить своих людей от набега соседей. Для разбойников, но появилась новая беда. Волки. Они в большом множестве расплодились в близлежащем лесу и перебрались в предгоре. Они истребляли овец, и пастухи были против них бессильны. А когда вес стало мало, волки сбились в большую стаю и начали нападать. Даже на людей. Ох, немало горя принесли они местным пастухам и их семьям. Тогда Фаральд покрылялся во что бы то ни стало расправиться с волками. Он знал, что для этого следует найти лужака. Но не просто было это сделать днями и ночами рыцарь следил за волками. Его одеждой сама кожа пропиталась лесной сыростью, а волосы и борода доросли до груди. Он питался дичью, которую ловил в лесу и в поле, и не пускал стаю из виду. И наконец на обрыве у старой башни он увидал лужака. Такого огромного волка, какого не видел ни разу в жизни. Фаральд стрелял по нему из лука, но стрелы отскакивали от шкуры. Фаральд набросился с кинжалом, но тот не брал шкуру волка. Тогда рыцарь вцепился в глотку волка собственными зубами и перегрыз ему горло. А потом он снял с волка шкуру и надел ее на себя. Другие волки признали его своим выжаком и пошли за ним. И тогда Фаральд увел их далеко от своих земель. Но как только его нога снова уступила на землю Тревора, он сам тотчас обернулся волком. И прошла даром жизнь среди волков. Не было ему возврата к людям. Тогда Фаральд снял волчью шкуру и бросил ее здесь, оставшись со своей семь Нагим. И так Нагим он ушел в дальние места, чтобы там быть человеком. А видимо эту шкуру нашел этот наш товарищ. В глубине южного леса стоит высокая башня, ее издалека видать. Так вот, лунными ночами на стене этой башни люди часто замещают молодую девушку. Вся она такая бледная, что даже как будто прозрачная. А волосы ее стелятся по воздуху, а когда падают, достают до подножия башни. А история такая. Давным-давно, когда христианства в Треворе еще не было, за той башней стоял сильный замок. А хозяин его, само собой, был язычник. И когда пришел святой Ландарий и принес Тревор Христову веру, тот рыцарь креститься отказался. И людям своим запретил. Тогда христиане пошли на него в войну и с молитвой разбили они языческое войско и осадили врага в замке. И много дней и ночей держал он осаду, но потом увидел, что выхода нет. И тогда обратился он за помощью к самому лесному царю. Тот пообещал, что во всех его врагов заживо похоронят, а взамен потребовал рыцаря-язычника, чтобы тот отдал свою красавицу дочь, у которой золотые волосы до самой земли. И так ему говорит. Долгая дорога в моем царстве тяжелая, а потому дай дочери в дорогу три вещи. Плащ мехом подбитый, чтобы не замерзла шелковую уздечку, чтобы не упала самого жеребца, а главное серебряный гребень, чтобы заколола волосы, когда ехать будет. Иначе зацепится ими за ветви, запутается и дороги не найдет. Легко было отцу с дочерью расставаться, да выбора не было. Христиане уже стены штурмовать начали. И стал у него в дорогу собирать, а дочка лесное царство не очень-то хотела. А потом гребень свой серебряный нарочно потеряла. Ищут его слуги, ищут, да никак не находят. А христиане уже почти весь замок заняли. Одна только башня осталась. Тогда отец не стерпел и говорит, забирай ее так в лесной царь. И с этими словами сбросил дочь с башни. Эка как. И сразу же загудел, застонал ближний лес. Будто бы кто-то натянул корни виховых деревьев, как струны. И такую дикую пляску на них сыграл, что самая земля ходуном пошла. Рухнул замок и всех язычников заживо сохранил. Уже не одна сотня лет с той поры прошла, а воинов тех никто по-христиански не упокоил. Спят они под обрушенными стенами замка. Мы там были, кстати. И говорят, ежели ночью там кто шуметь встанет, то они проснуться могут. А в землях рыцарь-язычник и люди с той поры селиться боялись. Мы были там. А дочь его так не смогла в лесное царство попасть без серебряного гребня. Всякую полночь, если луна светит, появляется она на башне. В лунном свете гребень свою еще да никак не найдет. Я на самом деле нашел. Заехал я в ваши земли, иди удаюсь. Какой огромный густой лес на юге, видать много дичи там, а? Дичи-то может и немало. Но охотников до нее мало. Дичи немало, охотников мало. Пойдешь туда и изгинешь в раз. Это че это? Непростой это лес. Байот в глуби его растет волшебная яблоня. На ней такие яблоки растут, что кто откусит от того яблока, бессмертным делается. А чтобы людям они не достались, лесной царь все тропы, что к ней ведут, заколдовал. Хоть год под ним ходи, а к яблоням не выйдешь. Одна только тропка к яблоням ведет, но она человеческому глазу невидима. Да разве кто в эти детские сказки верит. Представь, по сей день такие чудаки находятся, которым тех яблок ответят в охоту. Вот они в лес отправляются. А дальше как повезет. Кто вовремя сообразит, что затея пустая и воротится, кто просто в лесу заплутается, да кормом для волков и рысей станет. Но хуже всего приходит с тем, как яблоня близко подойдет. Тогда сам лесной царь появляется. И пока они яблока не сорвали, души у них забирает. И после этого бродят они непрекаянные и неупокоенные по заколдованным тропам. И свернуть с тех троп никто из них уже не может. А когда по ночам в тот лес заносило рассказывали, идешь ты по дороге, вдруг голос из-за деревьев стонет что-то свое на загробном языке. Но тут любой путник сразу сбежать бросается. А если обернется, то видит, бредут за ним черные фигуры, тощие да кособокие, и руки вслед ему тянут. Ну и дела. Представь, так что охотиться там себе дороже. Чего доброго, сам пищей станешь. Да не у зверя, а у кого похуже. Прекрасно. Такая у нас разговорная серия сегодня с вами получается. Но пойдем к оборотню. Мы потеряли еще... 230! Игра. Можно корону выбросить? Нет, подожди, икону. Какую корону? Корону... Нет, нельзя. Ладно. Ну, что поделать. Я сам ее с собой взял. Будем теперь расплачиваться. Мне куда надо встать-то? Итак, мы снова на холме. Да, ваша травница, да, ваша вилость, но нас слишком много. Даже оборотень от вашей кидаться на целый отряд. Нам лучше подождать в руинах недалече. А если вы еще двору сбежите, как и Девальд? Нет уж, я сам вас туда провожу и достоверюсь, что вы остались там. Это мне чего одному надо стоять? А, и чего? Ничего не понял. Паш, минус, я эту ночь мужу не... Да хорош. Да в смысле? А где вас оставить-то? Где мне их оставить? Вот руины. Где же нельзя их оставить? Нет. А, все. Отлично, можно. Ох, ребятушки, не поминайте лихо. Ну что ж, зверь, я твоя добыча, иди ко мне. Идет. Так как пять. А можно бежать уже? Нет, бежать еще нельзя. На серии ожидать приходится недолго. Ваш долг был услышан, и вы видите вдалеке быстро несущие стены. Не то волшью, не то человеческую. Оборотень, я думаю, у меня с ними слазит. Скорее, нужно спеть к руинам. Давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай-давай. Отлично, у нас, конечно, всего лишь четверо. Но зато, насколько мы круты. Он один там. В атаку. Кухню здоровец. 80 всего. Это что, ваншот? Ух ты, напуган. 75. Давай, руби. Минус оборотень. Уф, мы справились со зверем. В жизни бы не поверил в его существовании, если бы не видел собственными глазами. Вы с любопытством рассматриваете тушу поверженного зверя. Вдруг вам кажется, что он пошевельнулся. Ваша милость, осторожнее, возможно, он еще жив. Так, добейте его. Чем она его добьет? Генрих, блин. Оборотень, как будто поднимает, понимает эти слова, внезапно вскакивает на четыре лапы. Два молниеносных скачка и зверь уже в дюжине футов от вас. Скорее за ним, его нельзя упускать. Ну, вперед. Баб, потому что многие ценные вещи странным образом испортились пути. Шапки-то не борсятся на нас, одетые. На том спасибо. Не пугайтесь, мы просто прогуливаемся. Ну, домой он бежит. Смотрите, оборотень ворвался в усадьбу Девальта. Скорее, мы можем обложить его в доме, оттуда он уже не убежит. Ох, Девальт. Господин, спасите нас! Спасите дверь в доме! Он запрыгнувшись из окна в покое господина Девальта. Он до сих пор там. Но ведь уже утро. Если верить рассказам, при солнечном свете оборотенье не опаснее слепого щенка. Сейчас мы схватим его голыми руками и продадим герцогский зверинец. Все ко мне, мы заходим в покое. Вы врываетесь в комнату, залитую мягким утренним светом. Но зверя нигде не видите. Мгновение спустя вы замечаете в углу скрючившегося человека в изорванной одежде. Его бьет крупная дрожь. Он обводит вас мутным потерянным взглядом. Девальт? Ротгер? Вы пришли? Где я был? Я ничего не помню. Боже, милостью господину, весь в крови. Что за девальщина? А где же оборотень? Похоже, оборотень перед нами. Итак, Девальт, как нам теперь поступить? Я не знаю. Похоже, заговоренный поезд сдерживал оборотня внутри меня. А когда я снял его, зверь вырвался наружу. Но я не хочу жить с этим проклятием. Вы должны помочь мне его снять. Мне больше некого просить о помощи. Я отправлюсь вместе с вами и буду служить вам верой и правдой, пока мы не найдем способ меня расколдовать. И я чувствую, что надо бы наторопиться. Что-то сдвинулось с места, и вот-вот случится нечто дурное. Девальт. Мне проклятой иконы не хватало. Как выяснилось, оборотень никто иной, как сам Девальт. Он просил вас найти способ расколдовать. Вам следует торопиться, пока не стало совсем поздно. Ну, блин, Девальт. Ну, опять торопиться. На тебе шапку на инициативу. Здоровья у тебя мало. Парирование благородное. Интересно, он оборотень может превратиться? Он проклятую картину может взять. Неплохо. Точнее, не картину, а икона. Так, подождите, кто угодно может взять. Ну да, ну ладно, надо было что-нибудь с собой перетащить, не страшно. Она ему, в принципе, не нужна. Икона, что-нибудь другое найдем. Ладно, ребят, искать лекарства для Девальта мы уже будем в следующей серии. Тем, впрочем, как и по сюжету двигаться. Немножечко здесь размялись, вкатываемся в следующую карту и давайте прощаться. Всем спасибо, кто посмотрел это видео. Если оно вам понравилось, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Это очень приятно и крайне полезно для развития канала. Еще раз всем большое спасибо и всем пока.